МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каким был этот день, знает команда ЮАИ-ТВ. Подводим итоги. О главном далее. Наше оружие – правда. Президент призвал молодых историков вооружиться фактами, чтобы дать бой пропаганде Кремля. Свободу Сущенко. Поддержать Романа пришли десятки медийщиков под посольство России в Киеве. Горячий борщ и гречка с мясом. Сухой паёк нового образца для украинских бойцов. Один украинский военный погиб, один получил ранение, еще один контузии в зоне АТО за минувшие сутки. В течение дня пророссийские оккупанты 12 раз открывали огонь по украинским позициям. Сообщили в штабе. Большинство обстрелов на Мариупольском направлении, в районе Широкиной и Марьинки боевики атаковали и стрелкового оружия, и гранатометов. А вблизи Павлополя работал вражеский снайпер. Террористы стреляли из гранатометов вблизи Новоалександровки, Новозвановки, Попасной и Станицы Луганской. А у Авдеевки дважды применяли гранатометы различных систем и пулеметы крупного калибра. Спровоцировать украинских военных на огонь, чтобы создать картинку для российского телевидения. Такую задачу пытались реализовать боевики в зоне АТО. Специально для съемок постановочного сюжета в Стаханов прибыла группа телеканала «Лайф Ньюз». Сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Командование так называемого 2-го армейского корпуса разрешило определенным подразделениям обстрел позиций сил АТО в районе Попасной и Трехизбинки, чтобы вызвать ответный огонь. Стреляли из зенитных установок, БМП, танков и минометов 82-го и 120-го калибра. Однако украинские бойцы твердо стоят на выполнении минских договоренностей. Поймали на лжи. Россия не предоставляла следствию данных радаров по катастрофе Боинга. Заявление российского МИД о предоставлении этих материалов неправда, рассказал официальный представитель генпрокуратуры Нидерландом Вим Де Браун. Российское депседовство заявило, мол, за несколько дней до обнародования отчета следственной группы по катастрофе MH17, РФ предоставила эти данные. А эксперты Joint Investigation Team якобы их проигнорировали. Напомню, следствие постановило, самолет сбили с подконтрольной боевикам территории Донбасса из Бука. Его доставили с России и после выстрелов вернули обратно. Боинг-777 малазийских авиалиний был сбит над Донецкой областью в июле 2014 года. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. «Я тоже корреспондент. Свободу Роману Сущенко». С такими лозунгами под посольство России в Киеве вышли журналисты, блогеры и коллеги задержанного в Москве САПКОРа агентства Украинформ. На ограде диппредставительства участники вывесили плакат, на котором Сущенко в наручниках ведут сотрудники ФСБ с надписью «Кремль прекрати похищение». На акции протеста побывала и наша съемочная группа. Среди коллег, пришедших поддержать Романа, редактор информационного агентства Украинформ и заслуженный журналист Украины Евгений Якунов. Арест Сущенко он называет частью информационной войны, которую ведет Россия и попытка запугивания независимых журналистов. По его словам, украинские медийщики представляют большую опасность для страны-агрессора. Украинский журналист – это для них наибольший враг, потому что он пишет и несет правду. Роман Сущенко работал и работает собственным корреспондентом во Франции. Франция – важная страна для Путина, и то, что он там писал и общался с политикумом, давало многое. Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября, туда он приехал в отпуск, к родственникам. Обвиняют журналистов в шпионаже. Организаторы акции говорят, задержание Сущенко больше похоже на похищение. Наша задача – привлечь внимание международного общества к этому вопросу. Наше отношение такое, что тут брутально нарушаются все международные нормы права и все международные гуманитарные стандарты, потому что на сегодняшний день к Роману не допускают украинского консула. Он действительно был похищен, консул днюет и ночует в следовательном управлении. Доступа к Роману он не имеет. Последние 14 лет Сущенко работает в украинском государственном информагентстве «Укринформ». С 2010-го является собственным корреспондентом агентства во Франции. Поддержать Романа пришли десятки ведущиков. Среди них коллеги из «Укринформа» и журналисты других изданий. Все они считают арест незаконным и опасаются, что завтра на его месте может оказаться любой из них. Они сегодня похитили человека в России. Он приехал туда, его выкрали и держат в Лефортово. Где гарантия, что завтра какой-то журналист не понравится и его там не похитят и не вывезут? А мы через несколько дней только узнаем, что вот сюрприз, кого-то там судят. Мы уверены, что никакой Кремль, никакой Лефортово не сломают Романа как человека. Но когда он будет видеть эту поддержку и акции, и когда ему письма будут писать, и он будет понимать, что он не один с этой проблемой, с этой бедой, то понятно, что справляться с этим будет гораздо легче. К украинским журналистам присоединились и заграничные коллеги. Так к немедленному освобождению Романа также призвала международная организация «Репортеры без границ». Кроме того, подобную акцию провели в Эстонии, на очереди Германия, Польша и Франция. Тамара Каноненко, Петр Галко, ЮЭТВ. Главное оружие украинского историка – правда, а она на стороне Украины. Об этом заявил Петр Порошенко во время встречи со студентами. Президент подчеркнул, для украинцев история – основа поддержания национальной идентичности и патриотизма. Больше расскажет Олеся Гурбик. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко встречает гостей. Сюда приехали ученики из разных регионов и студенты из других вузов. Их пригласили на встречу с президентом Украины. Повод – 150 лет со дня рождения выдающегося историка и председателя Украинской Центральной Рады Михаила Грушевского. Он тоже учился в этом университете. Будущие историки занимают места в аудитории. Главу государства встречают аплодисментами. Обращаясь к студентам, президент подчеркнул – Михаил Грушевский первый, кто установил очевидную непрерывность исторического развития. И доказал – современная Украина основывается на тысячелетней традиции государства. Это он вернул Украине украденный у нас период древнейшей государственности. А кто украл, вы, дорогие мои историки, очень хорошо знаете. И молчать об этом не нужно. Творческое наследие Грушевского составляет более двух тысяч научных работ. Но настоящий переворот Грушевский осуществил статьей, которая называется «Обычная схема русской истории и дело рационального уклада истории восточного славянства». Именно она подвела солидную научную базу под проект создания украинского независимого государства в начале 20 века. Она подорвала Российскую империю, которая без Украины. И эта история уж точно доказала – ни один вариант Российской империи не жизнеспособный. Президент призвал создавать популярные проекты, чтобы противостоять России в гибридной войне. Подчеркнул, главное оружие историка – правда, и она на украинской стороне. Защита не только с автоматами в руках. Квалифицированные специалисты могут сейчас помочь ситуации, когда Россия ведет внутри страны гибридную войну. Необходимо выдавать популярные книги. В отличие от историков страны-агрессоров, вам не нужно ничего придумывать, так как мы ни у кого ничего не крали. Ни своей истории, ни названия своей страны, ни исторических героев. Один из таких исторических героев Иван Серко помог Саше получить награду из рук президента. Он стал победителем всеукраинского конкурса молодежных проектов «Как сделать историю Украины интересной для молодежи». Я прочитал книжку про Ивана Серко. Я прочитал об Иване Серко, славном характернике и Кашевом. И мне стало стыдно, что все знают о современных героях Супермене, Бэтмене. Но никто не знает о казацкой истории Украины. Я сделал так, чтобы интересно и доступно представить ее для всех. Я пока точно не знаю, стану ли историком, но мне это интересно. Те же, кто уже твердо решил стать историком, понимают важность своей профессии. То, что говорили о важности истории и в гибридной войне, и в дипломатических отношениях, это стало для меня дополнительной мотивацией заниматься наукой и приобщать студентов. Особенно сейчас роль истории очень важна. Историки должны доносить правду. Олеся Гурбик, Евгений Савицкий, Юэй Ти Ви. Украинский прорыв. Нашей стране необходимо от 3 до 5 лет, чтобы выйти на качественный экономический рост, построить эффективную систему государственного управления и наладить диалог с бизнесом, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на открытии Киевского экономического форума. При этом подчеркнул, главной целью реформ должно стать повышение уровня жизни граждан. Потенциал Украины для роста высок, но для его реализации придется побороться. В первую очередь за инвестиции. Тут, по словам посла США Марии Иванович, основные конкуренты страны – Италия, Польша и Турция. Обойти их можно лишь демонстрацией постоянного и уверенного движения вперед. Украинский премьер Владимир Гройсман уверяет – на месте ни дня не стоят. Озвучивает новый шаг – создать нацкомитет возрождения украинской промышленности. Этот комитет будет работать с привлечением украинского бизнеса. Власть делает все возможное, чтобы он процветал. Я считаю, что у нашей промышленности огромные возможности для роста. Но, к большому сожалению, она имеет ряд хронических проблем и задача власти – решить их. Прогнозы роста украинской экономики у премьера оптимистичны. По его мнению, построение эффективной системы государственного управления и диалог с бизнесом обеспечит собственный украинский прорыв в течение пяти лет. Я глубоко убежден, что наша 45-миллионная страна, которая находится в центре Европы и имеет такие непревзойденные возможности, обязательно должна быть успешной. За этим стоит серьезный труд, возможно, даже непопулярные шаги. Но шаги, которые мы должны делать совместно. Правительство принимает меры для изменения модели развития экономики. Мы говорим об устойчивом экономическом росте. Да, говорят, сейчас всего один процент, но в следующем году уже будет три. Процесс стабилизации запущен. Генеральный директор по вопросам расширения ЕС в Еврокомиссии Кристиан Даниэльсон с главой украинского правительства не спорит. Говорит, по сравнению с 2014 годом, Украина сделала впечатляющие шаги вперед. Хотя могла бы и лучше. Видно, что вы реформируете структуры в финансовом секторе или в той же антикоррупционной сфере. Проблема в том, что продвижение этих реформ желает лучшего. Обещаете финансовую поддержку от ЕС? Возможно, 7 миллиардов евро до 2020 года. Но за просто так денег не дадут. Киеву придется выполнить взятые на себя обязательства. Хочу сказать, что для Евросоюза Украина в приоритете. Мы готовы продолжать обеспечивать ей финансовую поддержку. Главное, чтобы реформы не останавливались. Среди основных барьеров к увеличению потока инвестиций в Украину, по мнению международных экспертов, проблемный таможенный сектор, налоговая политика, а также низкая защита интеллектуальной собственности. А вот банковская и газовая сферы, говорят экономисты, из кризиса выходят. Убеждены, за ними проследуют и другие. Владимир Гроссов, Тимофей Сорокин, ЮАИ-ТВ. Сухой паек нового образца для украинских военных презентовали в Минобороны Украины. Теперь даже на передовой бойцы будут с горячим борщом и супом. Армия отказывается от консерв в жестянках, а современные технологии позволяют беспламенный нагрев и раторупаковку. Также из нововведений в рационе будут сухофрукты и шоколад. Больше 20 лет украинские солдаты тихо завидовали натовским коллегам. На совместных учениях скромно ели отечественные сухпайки из жестяных банок. Изменить ситуацию подтолкнули боевые действия на Донбассе. На смену старому сухпайку специалисты вооруженных сил Украины разработали новый. Вкуснее и калорийнее. За основу взяли опыт НАТО. Рацион будет состоять из семи разных блюд. Его адаптировали под украинского потребителя на основе культуры питания украинцев. Это будет борщ, супы, каша гречневая с мясом, перловая, пшеничная, рисовая, тушеный картофель. В традиционном сухпайке украинского бойца – мед, кофе и влажные салфетки. Но некоторые из основных блюд больше трех дней подряд диетологи употреблять не рекомендуют. На практике же военным часто приходится неделями питаться печеньем с консервами. Ведь не всегда есть возможность подвозить еду на передовую. Разработчики нового армейского питания утверждают, его можно есть несколько декад подряд, без угрозы для здоровья. Суточный сухой паёк предполагает галеты и сухари, готовые к употреблению первые и вторые блюда в ритор упаковки. Перец и соль к ним, кофе, чай, сахар, а также натуральный мёд, фруктовый джем и шоколад подсластят жизнь бойца в полевых условиях. На завершение трапезы – жевательная резинка. Конечно, по калорийности мы умышленно уменьшили её за счёт качества. К примеру, была рекомендация заменить из 200 граммов сахара половину нормы – 100 граммов леденцами. Я сказал, категорически не подпишу, ведь это портит здоровье бойцов. И так к каждому пункту меню, к каждому блюду. Удобство нового сухпайка – прочная ритор упаковка, четырёхслойная полиэтиленовая – альтернатива консервной банке. Разработчики уверяют, в такой таре питание не испортится. Также она будет служить тарелкой и посудой для разогрева. Вставляется химический элемент в пакет. Далее. Кладём блюдо непосредственно таким образом, чтобы химический элемент был внизу, под блюдом. Заливаем 100 грамм воды. После этого пакет закрывается. Вот так вот подгибается верхняя кромочка. Смотрим, чтобы пакет химического элемента хорошо промок. После этого ставим его просто вот на такую вот немножко возвышенность, да, если можно так сказать. Всё, ждём 10-15 минут. Вот, в ночное время суток химический элемент – это очень удобно. Вот, тем самым боец, разогревая данное блюдо, он себя не демаскирует. В Минобороны подсчитали. В среднем новый дневной рацион бойца обойдётся государству в 6,5 долларов. Для сравнения, у солдата британской армии 20 долларов. Министр обороны уже подписал технические условия. Это финальный шаг перед оптовой закупкой. Обещают до конца года бойцы на передовой заедят по-новому. Геометрическая и экспрессивная абстракция, реалистическая живопись, сюрреализм и видеоарт. Такие направления польской живописи представили в Киеве. В экспозиции 46 работ ключевых авторов современного польского искусства. Здесь перекликаются два последних десятилетия польской живописи, а также история Украины и Польши в борьбе за свободу. Именно её на полотнах воссоздали художники и объединили разные течения одной идеей свободы. Решили сделать подборку, связанную с событиями, которые происходят в Украине и были актуальными в Польше последние десятилетия и до сегодня. Речь идёт о свободе слова и жизни, которую отстаивают люди в Польше и в Украине. Это самые свежие и самые актуальные полотна. Их автор – классик польской живописи Ярослав Мадзелевский. На создание работы «Украина. Охота на людей». Его вдохновила революция достоинства. Был очевидцем. На картине «Борьба украинцев за свободу». Просматривается и тема Голодомора 1932-1933 годов. Рядом картина плакатного характера. Она о смене власти в Польше. Она в том, что сейчас в Польше пришли к власти праворадикальные силы. И в принципе, это большая угроза той Польше, которую мы знали. Мы знаем, что многие активные поляки уезжают сейчас из страны. Сегодня непонятно, какой будет дальше политика в свете последних событий и принятых законов, с которыми поляки не согласны. В этом зале работы геометрической и лирической абстракции. Также инсталляции. Цветные ленты авторства Леона Тарасевича. Полотно создает иллюзию другой реальности. Выставка интересная. Здесь поднимаются очень актуальные темы и для Польши, и для Украины. Вопрос свободы, цензуры, войны. Но, как по мне, то работ маловато. Хотелось бы увидеть больше. До сих пор я не был особо знаком с польским искусством 90-х. Но меня поразило такое количество разных стилей в одном историческом периоде. Мне понравилось много работ. Каждая уникальна. Со многими авторами я ознакомился впервые. Всего в экспозиции почти полсотни работ 12 ключевых польских художников. Инициировала выставку в Киеве, Польша. Ярослава Гурбик, Руслан Белозеров, ЮАИ-ТВ. Ставим точку в выпуске. Больше новостей на сайте агентства Украинформ. Хорошего вечера. И помните, ЮАИ-ТВ всегда рядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова